Спасают жизни в экстремальных условиях. Врачи из Бахмута, Торецка и других городов Донецкой области прошли пятидневный курс подготовки по стандартам США и Великобритании. Как медики сдавали итоговый экзамен, видела Анна Азаренко. По легенде, в одной из местных школ произошел взрыв больше десятка раненых, суматоха, едкий дым и кромешная тьма. В таких условиях травматологи, хирурги и анестезиологи Бахмута и Торецка сдавали экзамен по оказанию медицинской помощи. Пятидневный курс поддержки жизни во время травмы слушали 23 врача, но до практического экзамена дошли всего 19. Доктора разделились на две группы, одни сортировали пострадавших на месте происшествия и оказывали им первую помощь, другие принимали пациентов в больницы. В роли пострадавших студенты местного медицинского колледжа. Ощущение, конечно, вообще классно. Учусь в медицинском, ну, это ощущение море. Такое, конечно, если проводили бы почаще, особенно для студентов, вообще было бы отлично. Организаторы уверены, повышать квалификацию и учиться работать в нестандартных условиях докторам никогда не лишне. В случаях, когда одновременно травмируется много человек, главное – командная работа, четкое распределение обязанностей и психологическая устойчивость. Курс покликанный систематизировать знания, выработать новые навыки, новые алгоритмы для надания невидкладной гостерой допомоги на самом начале пребывания пациента в лекарне. Разработали этот курс бывшие американские и британские военные врачи-травматологи. Говорят, в первую очередь украинской медицине следует изменить сам подход к лечению травмы. На первом месте должно быть выздоровление пациента, а не экономия средств на его лечении, как это было раньше. Этот курс должен поменять систему Минздрава работы с травмой в Украине. Та система, которая была ранее, не фокусировалась на людях и на индивидуальном подходе. Система была заинтересована сама собой, а не выздоровлением человека. Сейчас в Украине я вижу идею, в которой интересы человека выше, чем раньше. Курс поддержки жизни во время травмы в Украине проводится с 2015 года. За это время программу уже прослушали более 200 военных и гражданских врачей.